Действующие обладатели Кубка Харламова, московские спартаковцы, открыли для себя Кубок Мира в встрече с Мальми Рэдфаксом. Этим летом состав красно-белых претерпел серьезные изменения, и уфимский турнир станет для них первым серьезным испытанием. Что касается шведской команды, то она накануне уступила по булитам ХК Рига, ведя по ходу матча 3-1. Спартак открыл счет в самом начале первого периода, и уже на 11-й секунде Илья Павлюков отправил шайбу в ворота. Времени прошло всего ничего, а Спартак уже повел 1-0. Илья Павлюков один из немногих в составе москвичей, который коснулся кубку Харламова этой весной. А вот еще один возвращенец, Егор Юдов, в конце первого периода сцепился с Людвигом Ярдоскугом, но здесь все обошлось без штрафных санкций. Шведому удалось сравнять счеты в втором периоде. Гилберт Гавер отправил шайбу в сетку с пятака. Отменной передачи в этом эпизоде отметился Макай Холднер, и табло вновь ничья 1-1. Чуть позже у Мальмы начались проблемы с удалениями. Юхан Иверсен получил 2 минуты за опасную игру высоко поднятой клюшкой, и Спартак получил двойное большинство. И это принесло свои дивиденды. Павлюков, который заработал удаление, оформляет дубль, четко сыграв на добивание. И Спартак, но впереди 2-1. В середине третьего периода все тот же Макай Холднер набирает свое второе очко в матче. Он пробивает Александра Трушкова классным кистевым броском. Для него это тоже второй гол на турнире. Ничья 2-2. После этого зрители больше не увидели заброшенных шайп, а судьба матча решалась в серии буллитов. Второй за два дня для Мальмы. Швейцарец Дамиен Риетт реализовал третий бросок шведов, не оставив Игоря Болдину выбора. Пан или пропал. Но Болдин не сумел перебрать лотаря, и ясно было заработать дополнительное очко. Теперь они делят первое место в группе Б с мушкетерами из Су-Сити. Впрочем, последние встречаются в воскресенье СК Рига и вполне могут вернуть себе на личное лидерство в группе.